Как получить налоговый вычет при оплате спортивных секций? Итак, родители могут вернуть налог за абонемент в спортзал, посещение ребенком в футбольных секциях или занятий плаванием. Возраст ребенка должен быть до 18 лет, а при очной форме обучения до 24 лет. Далее мы разберем, какую сумму можно вернуть. Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Сколько можно вернуть? Лимит вычета – 120 тысяч рублей в год на родителя и детей. Вернуть можно 13% от расходов, то есть до 15 тысяч рублей в год. В этот же лимит входят и расходы на лечение, обучение родителей и страхование. Каждый родитель может оформлять вычет ежегодно, если он или ребенок занимается спортом. Давайте разберем конкретный пример. Мама купила себе абонемент в фитнес-зал за 15 тысяч рублей, оплатила 8 тысяч рублей за секцию плавания дочери и потратила 12 тысяч на тренировки по борьбе для сына. Всего на спорт для себя и детей она потратила 35 тысяч рублей. Эту сумму мама предъявит к вычету. Налоговая база по НДФЛ уменьшится и ей вернут 4500 удержанного налога. Далее мы разберем, за какие секции можно получить вычет. Налог можно вернуть за занятия в спортивных школах и центрах, которые входят в утвержденный перечень. Ссылку оставим в описании к этому видео. Далее разберем, как оформить вычет через работодателя. Первое. Нужно заказать справку о праве на вычет в личном кабинете на сайте ФНС и написать заявление работодателю в том году, когда были расходы. Далее рассмотрим, как оформить вычет через ФНС. Первое. Заполнить декларацию НДФЛ на сайте ФНС по окончании года. Второе. Дождаться окончания проверки, которая длится до 3 месяцев. Третье. Получить налог по указанным реквизитам до 1 месяца. Рассмотрим, какие документы для этого нужны. Первое. Копия договора. Второе. Подтверждение оплаты. И третье. Средительство о рождении, если вычет оформляется по расходам на ребенка. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале «Приоритеты». Обязательно подпишитесь и следите за множествами в законодательстве. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Сначала знания, потом действия.